Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Света, а вас как? Никита. Никита и Анна. Очень приятно. Ребят, вы активно включены, я смотрю, в процесс. Скажите, чем занимаетесь? Рассматривайте, я смотрю, правила дорожного движения и... Немножко читаем. Да, немножко читаем. Ребята, очень хорошо. Вы нужным делом занимаетесь. Вы скажите мне, вы знаете, где вы сегодня оказались? В стране безопасности. А что это за место, знаете? Там, где безопасно. Там, где все безопасно. Правильно, молодцы! Ребята, действительно, страна безопасности – это удивительное место. Давайте мы сядем по местам, и я подробнее расскажу вам и телезрителям о ней. Ребята, страна безопасности – это удивительное место. Оно единственное на земле, здесь ничего плохого с вами не случится, Никит. На протяжении четырех дней мы будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой ситуации. Это первый интересный момент. Ну, конечно, эти правила будем объяснять нашим маленьким телезрителям. И второй момент, поскольку это конкурс, ребята, значит мы будем с вами активно соревноваться, вы будете между собой, бороться за главный приз и в конце концов, когда определится победитель в конце четвертого игрового дня, он получит главный приз. Но тот, кто проиграет, без подарка не останется. Ну что ж, ребята, до моего прихода вы рассматривали проспект с правилами дорожного движения. Вот, очень хорошо, если что-то вы запомнили, что-то знаете, потому что это вам пригодится. Как раз этому посвящена наша первая игра с вами. До того, как мы начнем первый конкурс, я хочу с вами дать вам возможность очень хорошо заработать первые фишки. Целых две фишки получит тот из вас, кто правильно и быстро отгадает мою загадку. Это такая разминочка, это еще не первый конкурс, а просто возможность заработать фишки. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как вам в пути... Аня первая была... Дорожный знак. Правильно, дорожный знак. Ну что, как и обещала, первые две фишки, они оказываются в твоей копилке. Ребята, именно дорожный знак, отгадка на эту загадку. Их существует великое множество, постепенно вы будете с ними знакомиться. Особенно вам эти знания пригодятся, если в будущем вы захотите получить водительские права. Первый конкурс, ребята, будет у нас, знаете, на что? На сообразительность, на скорость. У каждого из вас на стенде есть по четыре таблички. Это дорожные знаки. Вам я раздаю еще по пять карточек с названиями дорожных знаков. И ваша задача дать каждому из знаков, которые есть у вас на стенде, свое имя. Одна карточка должна остаться лишней. Правильный ответ. Каждый принесет вам по одной фишке. А кто справится правильно и быстрее соперника, еще получит две фишки за скорость. Ну что, все понятно? Тогда получайте карточки и начинайте, начинайте работать. Распределяем. Вот, Анна, Анна, мы не подсматриваем, доделаем, потому что тебе еще, Никит, нужно заработать фишки, пусть не за скорость, но за правильные ответы. И это нужно сделать самостоятельно. Так, присаживайся, Никита. Ну что, давайте я, наверное, подойду и посмотрим. Итак, вот такой у нас есть дорожный знак. Это у нас? Место отдыха. Действительно, Анна, совершенно верно. Сразу буду смотреть, проверяйте у Никиты. У Никиты этот знак тоже правильно подписан. Место отдыха, совершенно верно. Каждого из вас уже есть по одной фишке. Далее, вот это, Никита, как называется? Бункт медицинской помощи. Совершенно верно. Так, у тебя так же? Да. Отлично, по две фишки уже у вас есть. Аня, следующий знак. Пешеходный переход, совершенно верно. Аналогично у Никиты. Хорошо. И последний знак, Никита. Как расшифровывается ДПС? Пост. Дорожная патрульная служба. Совершенно верно. Совершенно верно. Ребята, молодцы, очень хорошо справились. Поэтому каждый из вас по одной фишке за правильный ответ. Итого, Никите, четыре. Первые четыре фишки в твоей копилке, Никита. Ну, а Аня, четыре за правильные ответы и две за скорость. А прямо сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком. Это представитель очень важной профессии. Инспектор ГАИ. Готовы ко встрече? Тогда внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга Геннадьевна. Я представитель такой важной и ответственной профессии, как инспектор ГАИ. На дороге или улице с вами могут случиться различные ситуации. Но вы всегда должны знать, как поступить правильно и безопасно. Сегодня мы поговорим с вами о том, как нужно себя вести на парковке для автомобилей. Как вы считаете, ребята, это опасное место? Это опасное место для пешеходов? Да. Большие парковки расположены у магазинов. И чем крупнее торговый центр, тем больше покупателей. А значит, и больше автомобилей, на которых они приезжают. Ни в коем случае нельзя бегать и устраивать игры на парковке. В любой момент стоящая рядом машина может поехать. Если вы выходите из автомобиля на парковке, не забудьте убедиться, что ваш автомобиль остановился, а соседняя машина не двигается. Ребята, я надеюсь, что за сегодняшнюю игру вы узнали много чего полезного и интересного. Желаю вам успеха в игре и прощаюсь с вами до завтра. Итак, ребята, время заключительного конкурса на сегодня. И сейчас я хочу попросить вас о помощи. Быстренько каждый со своего стенда снимайте все картинки. Так, Анют, снимаем, 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 а я уже буду развешивать картинки, которые вам понадобятся. Так, ну что, сейчас я вам объясню. Слушайте внимательно. У каждого из вас на стенде несколько надписей. А вообще говорить мы сейчас будем о правилах перехода через проезжую часть. Подходите к своим стендам. Напротив тех правил, которые можно делать, когда переходишь в проезжую часть, вы ставите смайлик с улыбочкой. Напротив неправильной карточки пусть у вас будет грустный смайлик. Каждый правильный ответ принесет вам две фишки. Но если, ребята, будут ошибки, то за каждую ошибку я заберу у вас копилки по одной фишке. Ну что, все ясно? Тогда начали. Берите маркеры и ставьте смайлик. Ну что, кто первый? Никита первый. Присаживайтесь. Ой, какой без глаза прям смайлик такой получился у Ани. Ну ничего, нормально. Итак, давайте смотреть. Ань, у тебя можно бежать. Конечно, делать этого нельзя, когда переходишь в проезжую часть. Умничка. Можно смотреть сначала налево, затем направо. Можно. Это можно и нужно делать. Молодец. СМСки отправлять тоже нельзя, глядя на ваши смайлики. Потому что это тоже самое, потому что это телефон. Можно идти держать за руку взрослого. Нужно. Нужно тоже. Баловаться можно? Нет. Нельзя. И книгу читать, конечно, на ходу ни в коем случае нельзя. Такие же ответы, такие же знаки и у Никиты. Ребят, очень хорошо. Итого, сколько у нас вариантов? У нас семь карточек, поэтому каждый из вас зарабатывает по семь фишек. Плюс одну фишку я дам Никите за скорость. Восемь. Восемь всего. Ох, сейчас мы сосчитаем эти восемь. Две, три, четыре, шесть, восемь. Держи, Никит. Твои восемь. И тебе две, четыре, шесть, семь. Все, ребята, конкурсы на сегодня закончились. А сейчас посчитайте, пожалуйста, сколько фишек вы в первый день заработали. 10, 13, 13, 14, 15 у Ани. А у тебя, Никит? У тебя 13? А может, больше? Сейчас мы проверим. Там одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Точно, грамотно посчитал. Все верно. Хорошо. Разрыв совершенно небольшой, ребята. Итак, все, оставляем. На сегодня все. Встречаемся, ребята, завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. До свидания. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова